Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодиллерс. Глава Федеральной резервной системы США Джерел Пауэлл назвал биткоин заменителем золота в ходе своего выступления на мероприятии, организованном Банком международных расчетов 22 марта текущего года. Он также отметил, что главная криптовалюта слишком волатильна и ничем не обеспечена, поэтому не может быть средством расчета. Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо используются в качестве средства платежа. Это спекулятивный актив. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара, пояснил глава Феррес. А вот соучредитель и бывший гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли предупредил, что после завершения текущей фазы роста криптовалютные котировки могут перейти в фазу снижения на долгие годы. По его словам, на это указывают исторические данные динамики цены главной криптовалюты. При этом текущий бычий рынок может поднять биткоин до 300 тысяч долларов. Но после завершения текущей фазы роста пузырь лопнет, и криптовалютные котировки могут снижаться в течение долгих лет, предупредил Ли. Также он выразил уверенность, что стоимость биткоина уже летом достигнет отметки в 100 тысяч долларов. Я думаю, что это является очередным признаком неминуемого наступления криптореволюции, которая, по сути, заменит золотой стандарт и введет биткоин в стандарт. Согласитесь ведь, уже не важно, кто ты, а важно, сколько биткоинов хранится на твоем некастодиальном криптокошельке. Друзья, пишите в комментариях, когда биткоин заменит золото и на какой сумме пузырь лопнет. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить главные инсайды рынка криптовалют. Ну а теперь я предлагаю перейти к просмотру нашего традиционного рекламно-информационного блока новостей. Погнали! Юнисвап В3 запустит 5 мая 2021 года. Запуск третьей версии ведущей некастодиальной биржи Юнисвап состоится 5 мая. Разработчики пообещали внедрить решение второго уровня оптимизм для масштабирования вскоре после релиза новой версии DEX. Одна из главных инноваций нового протокола – позиции концентрированной ликвидности. Вскоре после этого они развернут L2 на оптимизм. Это означает снижение комиссии практически до нуля. Юнисвап протокол с открытым исходным кодом и некастодиальная криптобиржа, позволяющая безопасно обменивать эфириум и токены стандарта ERC20, не используя традиционную модель книги ордеров. Юнисвап объединяет токены в смарт-контракты, создавая пулы ликвидности. Участники платформы могут обменивать активы, создавать новые торговые пары и добавлять токены в пулы для получения комиссионного вознаграждения. Протокол Юнисвап включает серию смарт-контрактов, которые позволяют любому пользователю напрямую торговать друг с другом на блокчейне эфириум. Технически это децентрализованная биржа DEX. Юнисвап – общедоступный инструмент, распределяющий вознаграждения среди поставщиков ликвидности. Провайдеры поддерживают биржу, запирая токены, что позволяет другим пользователям торговать в децентрализованной системе. Платформа не требует регистрации и прохождения процедур к UIC и AML. Необходим только эфириум-кошелек вроде Metamask. Отличительной чертой Юнисвап является использование механизма под названием Constant Product Market Maker. В середине мая текущего года планируется запуск решения Optimism, которая значительно повысит масштабируемость платформы и снизит транзакционные сдержки пользователей. Еще одно новшество Юнисвап V3 – трехуровневая структура комиссии провайдеров ликвидности – 0,05, 0,3 и 1%. Предполагается, что LP будут генерировать больше комиссий от пулов с высоковолатильными монетами. В целом, это все, что необходимо знать обычному пользователю. Остальные нововведения довольно сложные. Они рассчитаны на опытных поставщиков ликвидности. Концентрированная ликвидность – эта функция позволит поставщикам ликвидности выбирать конкретный диапазон цен, с которого они будут получать комиссии при обмене. Эта функция отлично подойдет для стейблкоинов, цена которых довольно предсказуема. Например, поставщик ликвидности может выбрать диапазон обмена 95 центов, доллар 5 центов в паре USDT-DAI. Это позволит зарабатывать больше комиссий с меньшими вложениями. Эффективность можно повысить до 4000 раз. Лицензия – бизнес-сурс лиценз, которая ограничивает использование исходного кода V3 на 2 года. Хотя Uniswap и поддерживает концепцию открытого исходного кода, они хотят быть первым, кто построит экосистему вокруг кодовой базы Uniswap V3 Core. Гибкие комиссии. С помощью гибких комиссий поставщики ликвидности смогут уменьшить свои риски в парах с высокой волатильностью. Продвинутые оракулы. Оракулы в V3 намного проще и дешевле интегрировать. Некоторые LP-позиции теперь будут в формате NFT, а не ERC-20. Вместо распределения капитала по всему ценовому спектру от нуля до бесконечности, каждый провайдер ликвидности получает контроль над диапазонами цен, по которым он желает предоставить ликвидность, прокомментировали нововведения разработчики. Например, участник рынка может решить предоставлять ликвидность для эфириум, только если криптовалюта торгуется в диапазоне, скажем, от 1800 до 2000 долларов. Разработчики убеждены, что благодаря новому подходу деятельность провайдеров ликвидности может стать более капиталоэффективной. Это также может способствовать уменьшению проскальзываний при торговле, подчеркнули представители Uniswap. Примечательно, что криптовалютный фонд Paradigm провел крайне успешную инвестиционную сделку на ранних этапах, вложившись в децентрализованную биржу Uniswap. Uniswap запустила свой токен в сентябре 2020 года с первоначальной эмиссией в 1 миллиард юний. 60% от общего числа было выделено в пользу участников сообщества, 21,26% – команды, 18% – инвесторов, а 69% – консультантов. Токены подлежат распределению в течение 4 лет в соответствии с установленным планом. Как отмечает аналитик Ларри Чермак, Paradigm стал единственным участником раунда сбора начального финансирования Uniswap и приобрел тогда 17% в проекте, а позднее принял участие в раунде серии А. «В целом они, вероятно, получили около 50% инвесторской апплокации», – писал Чермак в момент выпуска токена в сентябре. «Если Uniswap когда-нибудь поднимется до 11 долларов, а такую вероятность исключать нельзя, Paradigm, вложив меньше 5 миллионов долларов, может заиметь больше миллиарда». Помню, как некоторые смеялись над Paradigm из-за того, что они финансировали Uniswap в начале 2019 года. В то время увлеченным идеей децентрализованного обмена пользователям все еще приходилось работать с ранними DEX, которые не использовали задействованную Uniswap модель автоматизированного маркетмейкера. Спустя полгода с момента своего запуска токен Uniswap занимает восьмую строчку в списке крупнейших активов криптовалютного рынка с капитализацией в 17,5 миллиардов долларов. Сейчас Uniswap торгуется около 35 долларов, поднявшись ровно в 10 раз за 3 месяца. «Инвестиция Paradigm в Uniswap теперь, вероятно, стоит больше 3 миллиардов долларов. Это может быть одной из лучших инвестиций за все время, если принять во внимание сроки и доходность, а также относительную ликвидность вторичного рынка», — добавляет Чермак. 400 Uniswap, который в рамках AirDrop'а смог получить каждый пользователей, совершивший транзакции на бирже до сентября, теперь стоит 13 600 долларов. Соответствующий объем токенов можно было купить или продать на этапе запуска за 2000 долларов, и даже дешевле, в октябре. Пишите в комментариях, какую цену токена Uniswap вы ожидаете в этом году. Что делать, когда Россию отключат от SWIFT? Ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил в понедельник журналистом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не можем исключить ни одну из потенциальных угроз», – сказал представитель Кремля. «Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются понарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть на чеку», – подчеркнул Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В интервью китайским СМИ Лавров указал на важность снижения санкционных рисков путем укрепления своей технологической самостоятельности и перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Он объяснил необходимость укреплять свою самостоятельность попытками США ограничить возможности технологического развития ИРФ и КНР. Также глава МИД России отметил, что жизнь заставляет выстраивать свою линию в социальном и экономическом развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех причуд, которые показывают западные партнеры. Лавров добавил, что страны Запада продвигают свою идеологизированную повестку дня, которая нацелена на сохранение доминирования за счет сдерживания развития других стран. По его мнению, эта политика идет в разрез с объективной тенденцией и, как принято говорить, находится на неправильной стороне истории. Исторический процесс, по мнению Лаврова, все равно возьмет свое. Вместе с этим альтернативу SWIFT переводом в Россию уже реализовали продавцы Darknet маркетплейса Гидра. Таким образом, жителям Москвы обналичивают криптовалюту посредством кладов. Зарывают наличные в вакуумной упаковке в землю. Об этом сообщила аналитическая компания Elliptic. По информации ForkLog, услуга предоставляется на территории РФ, и эксперты считают, что это позволяет клиентам Гидра выводить крупные суммы в криптовалюте, избегая внимания правоохранительных органов. «Это интересный способ обналичивания, который люди начинают использовать», отметил генеральный директор Elliptic Том Робинсон. В одном из тематических объявлений продавец предлагает «закопать наличные деньги в вакуумной упаковке на глубину в 5-20 сантиметров под землю». Покупатель получает точные GPS-координаты клада и может откопать его в удобное время. Комиссия за услугу составляет около 7% от суммы. «Российский Darknet рынки довольно инновационны», рассуждает эксперт по киберпреступлениям из Массачусетского университета Патрик Шортис. Они не используют шифрование, миксеры и анонимные криптовалюты, как на Западе. Они чувствуют себя более расслаблены при угрозе со стороны государства, и метод дропа для них наиболее удобен. На долю маркетплейса Гидра пришлось 75% всей выручки в Даркнете за 2020 год. Платформа вошла в топ-10 площадок по обороту криптовалюты, обойдя биржи Kraken, OKX и Polonix. Пишите в комментариях, какую альтернативу SWIFT готовы будете использовать вы. Крипто.com запустил виртуальную карту Visa на европейском рынке. Канал CryptoDealers продолжает рассказывать вам о новостях нашего партнера, пионера новаторских решений в области криптоплатежей платформы Crypto.com. На этой неделе Crypto.com объявила запуск виртуальной карты для европейских пользователей. Пользователи Crypto.com App теперь могут подать заявку на получение карты Visa Crypto.com, и после утверждения могут совершать онлайн-покупки до получения физической карты. Кроме этого, на днях Crypto.com объявила о глобальном партнерстве с Visa, которая также включает основное членство в сети Visa в Австралии. Компания также планирует развернуть фиатное кредитование под биткоины и другие криптовалюты в качестве обеспечения через карту Visa Crypto.com. Запущенная в Сингапуре в ноябре 2018 года карта Visa от Crypto.com была одной из первых карт, привязанных к биткоинам на рынке. И в настоящее время является крупнейшей программой Visa такого рода с 31 рынком в Европе, а также Великобритании, Канаде и США, где она была запущена в июле 2019 года. Пользователи могут конвертировать свои криптовалюту в одну из поддерживаемых фиатных валют, таких как доллар США, евро, британский фунт стерлингов и другие, платить с помощью своей карты и снимать наличные везде, где принимаются карты Visa. Став основным членом платежной системы, Crypto.com начнет прямую эмиссию платежных карт в Австралии и попытается вывести продукт на новые рынки. В настоящее время компания планирует экспансию на рынки Японии, Кореи, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Турции. Программа карты предлагает до 8% кэшбэка за покупки без верхних лимитов, полную скидку на Spotify, Netflix и Amazon Prime, и никаких ежегодных или ежемесячных сборов. Обращаем ваше внимание, что Crypto.com предпочитает развивать мобильные деп-приложения, чтобы у вас не было повода использовать настольный компьютер, если вам отлично работает на вашем телефоне. CryptoDealers рекомендуют загрузить приложение Crypto.com и окунуться в мир DeFi, не выпуская из рук свой любимый гаджет. Кстати, покупки всех криптовалют первые 30 дней в мобильном приложении Crypto.com за вашу фиатную валюту происходит без комиссии. Загружайте приложение Crypto.com прямо сейчас. Ссылка в описании к выпуску. Промокод CryptoDealers. Все подробности вы можете найти по ссылке в описании к выпуску, а также в официальных телеграм-чатах Crypto.com в нашем регионе. КМД в Binance Smart Chain Важная новость для всей экосистемы Комода. Токен КМД теперь доступен в Binance Smart Chain и скоро появится поддержка приложений экосистемы Binance. Пользователи могут войти в Binance и внести монеты КМД. Когда пользователи хотят вывести средства, у них есть возможность вывести КМД через основную сеть КМД или через Binance Smart Chain на любой кошелек, поддерживающий BSC. Пользователи также могут добавлять ассеты BSC в кошелек MetaMask. Это партнерство сближает экосистемы Комода и Binance. Комода – это блокчейн-проект, ориентированный на обеспечение и взаимодействие блокчейнов с помощью технологии атомарного свопа. В то же время Binance создает постоянно растущую экосистему DeFi, которая обеспечивает дешевые транзакции и высокую масштабируемость. В отличие от многих проектов токенов ERC-20, которые недавно были запущены на BSC исключительно для того, чтобы избежать высоких затрат на газ в сети Ethereum, собственный блокчейн Комода уже позволяет взимать чрезвычайно низкие комиссии – всего одна десятитысячная КМД за транзакцию. Для Комода основным мотивирующим фактором для добавления поддержки BSC является предоставление пользователям новых способов использования КМД в различных децентрализованных финансовых DeFi-приложениях в экосистеме Binance. Комода в настоящее время работает над интеграцией КМД на децентрализованные биржи, такие как PancakeSwap и BakerySwap, а также на платформы Alpaca Finance и Goose Finance. Интеграция Binance Smart Chain – важный шаг вперед для внедрения технологий Комода. Наше партнерство с Binance согласуется с введением Комода по объединению всего пространства блокчейнов. «КМД на BSC знаменует начало нашей цели по расширению поддержки КМД в более широком пространстве экосистем блокчейнов», заявил Комода СТО Каденштадельман. «Для разработчиков экосистемы Комода запуск КМД на BSC позволяет использовать любой из контрактов Solidity, доступных в экосистеме Binance, для создания собственных приложений, интегрирующих КМД». Поскольку Solidity – один из наиболее широко используемых и хорошо задокументированных языков программирования блокчейнов, он часто считается очень удобным для разработчиков. Это упрощает работу разработчикам, даже если они практически не имеют опыта создания новых приложений. В конечном итоге наличие КМД в Binance Smart Chain открывает новые возможности для создания бирж, игр, торговых площадок и многих других приложений. Мы очень благодарны Binance за выпуск Кассета КМД в Binance Smart Chain. Для Комода это открывает двери к экосистеме инструментов разработки Binance, собственной ликвидности и удобным приложением DeFi. BSC растет день ото дня, будь то ежедневные транзакции, активные пользователи или разработчики. «И Комода рады быть с ними», заявил коммерческий директор Комода Чарльз Гонсалес. На Binance.com теперь у вас есть возможность вывести КМД в сеть BSC. Разработчики Комода в настоящее время работают над интеграцией BSC в Atomic Dex. Кошелек с несколькими монетами, не связанный с хранением, и Dex на основе атомарного свопа в одном приложении. Эта интеграция позволит пользователям торговать любыми активами, работающими на BSC, на BTS, ETH, KMD и в более широком смысле на кросс-чейн. Миссия Комода – обеспечить самую широкую поддержку кросс-протоколов в отрасли. Протокол обмена Atomic Dex обеспечивает надежный и безопасный обмен цифровыми ассетами между несколькими блокчейнами, как на основе UTXO, так и на основе учетной записи. Atomic Dex – это стопроцентный кошелек с несколькими монетами и атомарный своп Dex. Пользователи Atomic Dex хранят монеты в своих кошельках и совершают межсетевые свопы, всегда контролируя свои закрытые ключи. Atomic Dex – первое приложение для конечных пользователей, построенное на основе Комода DeFi Engine, чисто независимого протокола атомарного обмена. Базовый протокол может использоваться разработчиками с открытым исходным кодом для создания широкого спектра надежных приложений, включая фирменные кошельки, Dex, порталы IDO и многое другое. В отличие от большинства существующих сегодня Dex, Atomic Dex не ограничивает торговлю одним протоколом цепочки блоков. Atomic Dex предлагает самую широкую поддержку кросс-цепочек и кросс-протоколов во всем пространстве блокчейнов. Торговать BTC, ETH, всеми токенами ERC-20, KMD и сотнями другими цифровых активов просто из десятков блокчейнов. Прокси-токены не требуются. Разработчики Комода постоянно добавляют поддержку новых протоколов блокчейн. Atomic Dex берет концепцию стилей торговли ордером One Cancel the Other и объединяет ее с процессом торговли через атомарные свопы на Atomic Dex. Когда активирована функция нескольких ордеров, пользователи могут размещать лимитные ордера на любое количество пар на любом количестве ценовых уровней. Когда заказы совпадают, первоначальные средства уменьшаются для каждого заказа, по которому выкупаются, пока он не исчезнет. Многие Dex в пространстве блокчейнов сегодня не являются действительно некастидиальными, поскольку средства пользователей, размещенные в пулах ликвидности, постоянно подвергаются непостоянным потерям, тупикам и атакам вампиров. Они полагаются на автоматизированных маркетмейкеров. Atomic Dex, напротив, избегает этих проблем, используя децентрализованные книги заказов в P2P. Атомарные свопы устроены таким образом, что своп происходит, и оба трейдера получают желаемые средства или вообще ничего не происходит. И оба трейдера сохраняют средства, с которых они начали, за вычетом очень небольшой комиссии за транзакцию для принимающего ордера. Атомарные свопы делают торговлю цифровыми активами настолько безопасной, насколько это возможно. Сегодняшний выпуск я хочу завершить цитатой одного телеграм-канала, ссылку на который мы оставим в описании к выпуску. Итак, на рынке биткоина подходит к концу ракетное топливо по двум причинам. Все желающие купить биткоин из получивших чеки с прошлой вертолетной раздачи Байдена в 1,9 триллионов уже сделали это. Вся эмиссия USDT в более чем 2 миллиарда уже в биткоине. Фонды готовятся к налоговой отчетности и фиксации прибыли за прошлый финансовый год. Но карнавал продолжается. До апреля остается чуть больше недели, и волшебник Байден готовится вынуть из своего цилиндра еще 3 триллиона. Причем знающие люди в его команде утверждают, что следующий пакет помощи может составить даже 4 триллиона. Наряду с этим администрация президента США готовится резко увеличить налоги для богатых и корпораций, что станет крупнейшим и новейшим в истории повышением налогов, начиная с 1990-х годов. Не стоит забывать также, что главный маркетмейкер планеты Binance, кажется, нашел свой святой грааль, и монета биржи BNB поднялась на третью строчку маркеткапа, опередив даже пресловутый тезер. Причем у биржевого стейбла BUSD аппетиты пока скромные – всего 3,5 миллиарда. Но все когда-то начиналось. В ближайшее время CZ не сможет устоять перед соблазном сделать BUSD немножко тезером. В общем, несмотря на неизбежную коррекцию, все сигналы по-прежнему бычьи. Впереди самые жаркие месяца года – апрель и май. Ждем, когда биткоин исполнит свои обычные паттерны после третьего халвинга. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно поставьте лайк этому видео и вступайте в наш телеграм-чат свидетелей халвинга. И да пребудет с вами блокчейн. С вами была Миша. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok